Добрый день, дорогие друзья, все, кто пришли на наш прямой эфир. Меня зовут Овешникова Наталья, и я представляю Центр Вивасам Ростов-на-Дону. Я рада приветствовать всех, кто нашел время для участия в этом прямом эфире. Попрошу проверить ваши телефоны, включить звук, чтобы вы могли потом задавать напрямую вопросы, ну или писать свои вопросы в чате, потому что, конечно, мне важна ваша обратная связь. Важно, чтобы вы слышали, видели меня, чтобы вам было все понятно. Конечно, чтобы я понимала, что именно по данной теме, сегодняшней теме вас интересует. А тема у нас, как никогда злободневная осенние вирусные инфекции, и как нам эфирные масла помогают в профилактике вирусных сезонных инфекций, и также, как они способствуют скорейшему выздоровлению и восстановлению организма. Почему мы решили затронуть именно эту тему? Да потому что Вивасам – это генеральный представитель, уже многолетний представитель, вкуснейшего производителя эфирных масел завода «Элексан Ароматика» в Швейцарии. Я говорю эту информацию для тех, кто, может быть, не в курсе продукции Вивасам, потому что люди потом в записи будут слушать наш прямой эфир. И здесь важно понимать, что далеко не все масла используются в терапевтических целях. Эфирные масла Вивасам – это эфиры самого высокого качества, это указано на упаковке. На каждой упаковке указан поставщик эфирного масла, указано его латинское наименование, то есть то наименование, которое используется в фармакологии. И это очень важно. Наши эфирные масла, а их почти 30, включая композиции, эфирные масла, которые используются как наружно, как ингаляционно, так и внутрь, что является порой очень странным для многих людей и непонятным. Но эфир – это такое вещество, которое имеет сильнейшее воздействие как на психоэмоциональную, так и на физическую эфиру человека. Потому что, скажем, обоняние, если мы говорим об обонянии, то это первое чувство, да, такое серьёзное, с которым мы сталкиваемся, приходя в этот мир. И обонятельные рецепторы очень чутко реагируют на любой запах и моментально несут его, переносят в головной мозг, где находятся важнейшие центры, регуляторы нашего здоровья. Что касается инфекции, ведь прежде всего нам важно, как себя защитить от них, как поставить барьер инфекциям с помощью эфирных масел. Ну, сейчас многие начали носить маски. Я вижу это по жителям города. В основном это происходит, когда люди идут в общественные места, садятся в транспорт, на работу где-то, где-то в офисы идут. Что мы делаем? Мы можем взять одно из наших масел, ну вот, допустим, масло лаванды, сильнейший антисептик, и пару капелек нанести нам маску. Также будут работать другие масла. Кому что нравится, у кого что есть в своей аптечке, или что-то вы можете взять на заметку и приобрести в дальнейшем. Это масло лимона, это масло мяты, это масло шалфея мускатного, гвоздики, чайного дерева, ладана. Ну, много таких масел. Вот великолепное масло 33 травы, то есть здесь 33 эфира. Это первый, вот самый простейший способ использования эфирного масла по факту, близко к телу, близко к лицу, близко к своей дыхательной системе, потому что точно так же эфиры начнут работать по верхним дыхательным путям, защищать, санировать их, очищать от слизи, ну и вот такую терапевтическую работу проводить. Что касается инфекции, вы можете записать. Здесь будут великолепно работать наши масла. Эвкалипт, пихта, лаванда, тмин, гвоздика, мята, розмарин, кимьян, лимон, можжевельник, чайное дерево и ладан. Также, вот если мы подумаем о помещении в целом, мы можем использовать аромодиффузор или аромаламку. Капаются несколько капель в воду, включается диффузор, и он может работать в помещении несколько часов. Вы очищаете воздух, мало того, меняются сами молекулы в воздухе, и вы дышите чистейшим воздухом, который будет наполнен любым ароматом, который вам нравится. Например, это может быть композиция эфирных масел Long Life, которая является также сильнейшим антиоксидантом. Здесь вы получаете огромный заряд энергии для своего организма, потому что осенью, как мы знаем, организм ослаблен, и у нас в целом ослаблен иммунитет. И вот при ослабленном иммунитете будут работать следующие масла, и вы увидите, что они часто повторяются при разных проблемах, связанных с защитой от вирусных инфекций. Если у вас, как вы считаете, полагаете, слабый иммунитет, то вам необходимо использовать масла эвкалипта, розмарина, лимона, нероли, базилика, можжевельника, чайного дерева, пихты, гвоздики и ладана. Как мы работаем, чтобы повысить защитные силы организма? Есть, естественно, теория, подтвержденная практикой. Да, мы это четко знаем, что иммунная система у нас на 80% заложена в кишечнике. И здесь, конечно, это отдельная сфера. Но эфирные масла можно принимать нашим организмам так, что они в любом случае послужат на поднятие иммунной системы. Что мы делаем? Помимо ингаляции, когда мы дышим, да, то это работает головной мозг, а он регулятор разных систем организма. То есть все равно тем или иным способом эфирное масло попадает в наш организм и, находя любую проблему, начинает там работать. Также мы можем эфирные масла вивасановские, вот такого высочайшего качества, принимать внутрь. То есть, по существу, пить, да, на эмульгатор, то есть на сахар, мед, молоко, кефир или в хлебной капсуле. То есть вы одну капельку капаете, допустим, на небольшое количество мёда, рассасываете и запиваете водой. Должна быть, естественно, система. То есть вы пьёте утром, вечером, в течение, ну, если курсом, то это три недели. Вы можете так неделю пропить одно масло, следующую неделю пропить другое масло и третью неделю пропить следующее масло. Есть и такая методика. При приёме масел обязательно мы увеличиваем количество питьевой воды. То есть 30 миллилитров на килограмм веса в день – это в среднем. Можно и нужно принимать больше. Ещё один интересный способ приёма эфирных масел сейчас вам расскажу. Значит, вы можете капельку эфирного масла капнуть под язык и рассосать. Потом, конечно, тоже запить водой. Сложно порой, да, как отмерить одну капельку. Мы же так не увидим, там капает как. Можно пролить больше. Можно капнуть вот на запястье, да, или на ладошку чистую, естественно, и слезы, эту одну каплю. Под языком у нас находятся основные репутторы. И благодаря попаданию туда эфирного масла, оно моментально, вот не побоюсь этого слова, моментально попадёт в кровь, в кровеносную систему и в лимфосистему, а, соответственно, далее во все органы. Вот интересный такой момент, да. Далее, что ещё? Как ещё мы используем масла при ослабленном иммунитете? Профилактика, да, вирусных инфекций. Мы можем принимать ванну с эфирным маслом. Определённая схема, конечно, есть. То есть это не просто, как вот хочется запах, да, себя напитать этим запахом, и вы можете просто в водичку полить это масло и лежать в этой ванне сколько вам хочется. Нет. Во-первых, температура должна быть 36-38 градусов. Можно локтём попробовать. Далее, сердце мы не погружаем. И в ванне мы находимся не более 15-20 минут. Что же касается самого эфирного масла, то оно не капается напрямую в воду, а также через эмульгатор. Обычно это соль. Может быть морская соль, может другая какая-то соль, но это соль. Также можно капнуть на соду, также можно капнуть, ну, скажем, в молоко и развести далее эту смесь в воде. Что ещё важно? Это не более 6-7 капель эфирного масла. Неважно, как сильно вы чувствуете этот запах, ваше тело должно получить именно определённое количество эфира, но не больше. Если вы не выдерживаете эти правила, вы можете получить какие-то не очень хорошие реакции своего организма, мягко говоря, да, то есть вы можете себе навредить. Ванны принимаются тоже не каждый день. Обычно эта система там через день, можно через два дня, то есть это тоже нужно учитывать. Если вы не любите ванну, или у вас дома её нет, вы можете пару капель эфирного масла, одну-две капельки, добавить в порцию, там, разовую порцию своего геля для душа. Или вы можете прямо в баночку с гелем для душа, ну, обычно там сколько, 150, допустим, 200 миллилитров, добавить 10-15 капель эфирного масла. Ещё что интересно, что эфирные масла будут действовать ещё сильнее, если вы будете их сочетать вместе, одновременно использовать несколько масел. В той же ингаляции, допустим, холодной или горячей, или в той же ванне, или прекрасно масла работают в массаже, в массажных смесях, на базовых маслах. Любое базовое масло вы берёте, можете взять наши прекрасные масла авокадо, жужжоба или органа, или, может быть, у вас своё какое-то есть там масло, базовое, оливковое, абрикосовых, виноградных кост. Хорошо. Значит, ещё один способ использования эфирных масел для укрепления иммунной системы – это массаж. На базовом масле, любом, которое есть, органа, жужоба, авокадо или любое своё, какое есть, разводим, добавляем эфирные масла, важно, чтобы не было передозировки, то есть это зависит от количества базового масла, и далее мы массажируем себя вот сами, да, по всем доступным местам, втираем. Это, конечно, непрофессиональный массаж, но он достигнет своей цели за счёт именно высококачественных эфирных масел. Массаж можно делать хоть каждый день. Массаж нужно делать обязательно на чистое вымытое тело. эфирные масла – это вот железное правило. То есть если тело не вымытое, эфирные масла так не работают, это нужно запомнить. Что ещё? В каких случаях важно эффективно использовать эфирные масла? Если человек заболел, вот сейчас идёт новая волна ковида, вроде как легче протекает, но первые дни с высокой температурой. И здесь мы тоже можем помочь себе эфирными маслами, не с жаропонижающими средствами. Что работает? Эвкалипт, лимон, лаванда, мята, пихта, чайное дерево и 33 травы. Как мы используем? Допустим, у нас есть масло 33 трав. Мы берём пол-литровую банку воды обычной комнатной температуры, туда до 15 капель эфирного масла без эмульгатора. Взболтали эту взвесь, туда небольшое полотенце и протираем тело. Это при высокой температуре, 39 и выше. Протираем тело с ног до головы. Можем даже остановиться на отдельных зонах. Это икры, это шея сзади, это грудь и это лоб. И чуть дольше подержать там полотенце. Жар будет впит... Как бы полотенце будет... Вот такой эффект, как будто полотенце впитывает в себя этот жар. Температура снижается, может быть, не на очень много, градусов на 10, на 12, но, тем не менее, это уже облегчение. Это может происходить в течение полутора-двух часов, потом опять температура поднимается. То есть мы повторяем многократно в течение суток. Сейчас сложная инфекция, может быть, и двое суток мы так работаем. Еще один способ, когда вот дети бывают, не любят, когда их протирают, им холодно, у них озноб начинается. Тогда мы просто берем эфирные масла, вот которые я перечислила, два или три масла можем в синергии, эвкалипт, лимон и, допустим, чайное дерево. Вот такую смесь делаем и наносим ее на стопы с массажем, да, вот с легким массажем, на точки основные, на пульс, на лимфоузлы, да, подколенные, паховые, подмышечные, локтевые сгибы, здесь близко лимфоузлы, подчелюстные. То есть здесь мы работаем с лимфосистемой напрямую, а лимфосистема – это прямая связь с иммунитетом. Лимфосистема – это, ну, такой мусоросборник всего организма. Все плохое, что накапливается в нашем организме, оно все сбрасывается в лимфосистему. И работая с эфирными маслами, мы активизируем ее таким образом. Это очень-очень важно. Что, с чем еще мы сталкиваемся вот в вирусных инфекциях? У некоторых идет осложнение либо на горло, скажем так, бронхи легкие, либо на нос, пазухи и уши, да. То есть здесь работают практически те же самые масла, но с небольшими нюансами. Допустим, на бронхолегочную систему больше работает у нас хвойная группа масел, включая композицию купания среди лесов. А на, скажем, нос, пазухи и уши здесь у нас мы подключаем часто герань. Мы подключаем, можно подключить также эвкалипт, базилик. И везде, кстати, работает прекрасно ладан. Вот раньше мы ладан так не использовали. Сейчас, изучая этот вопрос и в практике, как бы используя, я точно могу сказать, что ладан – это вот тоже как большая домашняя аптечка. В чем-то он даже работает сильнее чайного дерева. Вот возьмите себе это на заметку. И ладан и нероли широко используются в детской практике, в педиатрии. То есть, допустим, мы с детишками не можем, особенно с маленькими, так широко использовать при инфекциях базилик или гвоздика. Ну, сложно как бы ее использовать, да. Не всегда мы можем с малышами использовать можжевельник, кимьян – сильные очень такие масла. Но вот ладан и нероли мы можем использовать буквально с младенческого возраста. Ребенок не получит никаких побочных эффектов, ничего. И прекрасно воспринимает эти масла, сильнейшие. При ангинах те же самые масла, это полоскание мы делаем с маслами, тоже на эмульгатор, на соль, на соду. Горячие ингаляции при более низкой температуре, значит, масла капаются на эмульгатор, на соль или соду. Разводятся в горячей воде, где-то 70-80 градусов. Удобно делать ингаляцию через чайничек, чтобы дышать через носик. То есть вдох ртом, выдох носом. Можно при горячих ингаляциях использовать наш бальзам. Альпийские травы великолепно работает и снимает также отек, потому что вот дыхание у нас затруднено из-за отека в носоглотке. Дальше. Холодные ингаляции. Великолепно зарекомендовал себя спрей «Мама Мия», когда мы брызгаем его на одежду, на салфетку, платок носовой, скажем, просто в воздух или на любую ткань, скажем, шторы какие-то, да, потому что держит хорошо масла именно ткань. Диффузор используем и аромалампу. Еще в практике у нас были аромомедальоны. Вот, если есть, используйте их. Это что касается холодной ингаляции. Но когда человек заболел, там, конечно, мы интенсивно работаем. Там уже медальоны не спасают. Там мы работаем либо с спреями «Мама Мия», там скажем, да, или другими какими-то у нас их несколько, либо чистые масла на подушку, на одежду, на одеяло. И, конечно, втирание в грудь, можно и в спину, да, проекция легких. На базовом масле или с кремом можно, с кремом «Кимьян» или с кремом «Можжевельник». Наши кремы тоже мы рассматриваем как аромотерапию. «Кимьян», «Можжевельник» и «Козье масло». Туда уже входят в их состав эфирные масла. Именно вот такого ряда защита бронхолегочной системы, лечения бронхолегочной системы. Ну и при заболеваниях, скажем, типа синусита, да, то есть нос, когда у нас идет воспаление пазух носа, мы активно используем крем «Кимьян». Я хотела бы вопросы услышать, если можно. Скажите, пожалуйста, в неабулайзер можно добавлять масла? Небулайзеры, по-моему, не рассчитаны на эфирные масла. Я не встречала, чтобы там было это указано, что можно использовать эфирные масла. То есть посмотрите в аннотации. Аромодиффузоры, то есть просто увлажнители воздуха, они не годятся для эфирных масел. Там технология другая. Еще вопросы есть? По деткам, может быть, есть вопросы. Вот вопрос в чате. Значит, при кашле трудно отделяющиеся мокроты, что лучше применить из масел? Мяту не переносит. Хороший вопрос, да, потому что очень важно, когда появился кашель, во-первых, важно, чтобы он не опустился глубоко, и чтобы мы смогли с ним справиться, пока еще процесс идет в верхних дыхательных путях. Кашель, да, частенько именно начинается с сухого, и нам важно разжижить вот эту мокроту, вывести эту слизь всю. Прекрасно показывает себя в этом плане эфирное масло фенхеля. Кашель используется эфирное масло фенхеля. Можно с ним делать ингаляции и можно принимать внутрь. Малышам, конечно, осторожно с питьевыми эфирными маслами, то есть здесь мы так не работаем. Только ингаляции. Эфирное масло фенхеля. Фенхеля где-то с трех лет мы уже можем применять, знаем, как оно работает. Можно с молочком давать. Легче пьется. Подогреть молочком, так, чтобы оно тепленькое было, туда малышу одну каплю фенхеля, а взрослому можно и 2-3 капли фенхеля. Можно принимать и 2, и 3 раза в день фенхель, да. Запивать обязательно водой. Еще раз напоминаю, когда используем широко эфирные масла, больше питьевой воды необходимо. Также фенхель можем применять наружно. Добавлять в базовое масло или в тот же самый крем кимьян или можжевельник, или усилить даже крем козье масло и наносить на грудь и на спину. Хотя и в целом и кимьян, и можжевельник, и козье масло тоже способствуют разжижению мокроты. Просто нужна система. Еще вопросы есть? Добрый день, а можно про ладан еще поподробнее? Как он работает? Ну вот смотрите, ладан как работает. Ладан вы можете использовать в ингаляциях также, если вот вас интересуют, какие методы использования ладана при вирусных инфекциях. Ингаляции любые, холодные, горячие. Также ванны с ладаном, пожалуйста, на здоровье. Массаж очень хорошо работает по стопе, очень хорошо. Вот с тем же кремом кимьян, допустим, или с базовым маслом. Одна-две капли ладана, и вам хватит на вот все рефлексогенные зоны, на стопы, на локтевые сгибы, на подмышечные впадины и на горло. То есть очень концентрация высокая, здесь не нужно много капель. Дальше ладан вы можете в аромодиффузор, аромалампу. Идет и обеззараживание, и работа с иммунной системой человека. Ладан работает на головной мозг прекрасно, и это очень важно, как бы да, потому что гармонизируется психоэмоциональное состояние человека, и даже проходит, вот скажем, сталкивалось с этим, страх перед тяжелой вирусной инфекцией. Что еще? Ладан можно принимать внутрь. Пожалуйста, на сахар, на мед, на молоко, на кефир. То есть здесь все методы мы используем, работы с ладаном. Про деток я говорила, деткам тоже, но деткам как бы маленьким мы пить не даем, а дышать, пожалуйста, на подушечку капнуть можно. Ну, масло густое, но оно улетучивается, и идет ингаляция. Можно в аромомедальон, можно капнуть там даже на салфетку и сидеть дышать. Вот замечательный метод еще, да, я говорила о питье и о рецепторах под языком. А есть еще один вид ингаляции, ну, не знаю, один из самых простых и эффективных. Когда каплю масла, вот ладаном я люблю так лично дышать, я капаю на середину ладони одну каплю масла, растираю между ладошками и подставляю их к лицу, ну, на расстоянии там до 10 сантиметров, можно ближе, и дышишь. То есть температура тела высокая, дает хороший ингаляционный эффект. Ладошки разогретые, вот, и можно до 5 минут вот так сидеть и вдыхать эфирное масло. Можно вопрос? Да. Кроме эфирного масла фенхеля, что можно от Харькива еще использовать? Какое эфирное масло? Можно использовать масло кимьяна и масло можжевельника. Можно. Но детям там с осторожностью, как бы. Но ингаляции мы делаем, да. Взрослым. Да, да. Ну, фенхель, он просто наиболее мягкий, и он прямо вот целенаправленно работает по разжижению мокроты. Спасибо. Вот еще вопрос. Капнуть эфирное масло на вату и всунуть прямо в нос для лучшего эффекта. Так можно? В носу у нас очень такая, знаете, чуткая слизистая оболочка, поэтому вы можете и ожог так получить. Очень осторожно нужно. Вот несмотря ни на что, в рот капаешь, ожога нет. Понимаете? Вот удивительное дело. Но у нас есть масла, которые вот эффект жжения вызывают. Допустим, это масло фенхеля и масло гвоздики, сильное жжение. Вот там невозможно их не разводить. А остальные масла у нас, в общем-то, по большей степени мягкие такие. Но что касается слизистой носа, там я, конечно, не рекомендую в чистом виде масла вот так. Можно только чайное дерево, лаванда. А так надо либо на базовом масле развести, ну, либо можно на креме. А, вот еще вопрос. Вы сказали, при обтирании 0,5 литров воды перемешать с 15 каплями масел. Это без эмульгатора? И как выбрать количество капель масел? Просто 15 капель чайного дерева? Да, это без эмульгатора. Взрослый ребенок, вот это имеет значение. Да, масло не растворится в воде. Это понятно. Там фракция будет именно капельная такая. Но нужно взболтать просто, просто взболтать. И вот сразу же пропитать вот этой болтушкой полотенце. Полотенце, салфетку какую-то матерчатую, которую будете протирать. Чтобы, ну, солью не касаться тела. Вы же потом не будете смывать все это. А и как выбрать количество капель масел? Просто 15 капель чайного дерева, например, или 3 капли эвкалипта, 4 капли мяты и так далее. Мяту я не советую. Знаете почему? Потому что она дает сильный охлаждающий эффект. И это при высочайшей температуре очень неприятно человеку. Его начинает колотить озноб. Поэтому мяту я, ну, как бы вот для этого не использую. Там у нас лимон идет или идет эвкалипт, идет чайное дерево, идет 30 литровы. В основном вот так. Можете в равных пропорциях смешать. Если есть в наличии все эти масла, можно взять 3 из них и смешать в равных пропорциях. Еще вопрос. После ковида сохраняется кашель и фиброз. Чем лучше мазать грудную клетку? Конечно, я не могу сказать, что фиброз мы убираем только эфирными маслами. Хотя они работают очень сильно. Фиброз должен уйти месяца, ну, до полугода может держаться фиброз. Фиброз, в принципе. Если заниматься этой проблемой, то фиброз уходит быстрее. У некоторых, я встречала, до года держится фиброз, если люди своим здоровьем не занимаются. Если чисто касаться ароматерапии и других средств, как бы мы о них не говорим по данной проблеме, мы продолжаем ингаляции в течение всего этого времени, и горячие, и холодные. И мы продолжаем нанесение на тело наших кремов, можжевельник и тимьян, или козье масло, с добавлением эфирных масел. То есть усиливаем чем? Мы усиливаем чайным деревом, усиливаем ладаном, усиливаем, то есть либо-либо, можно чередовать, усиливаем. Прекрасно работает купание среди лесов, там хвойные разновидности деревьев. И еще, значит, у нас есть композиции. Композиция «Долгая жизнь». Сюда входит лимон, грейпфрут, гвоздика. То есть эту композицию тоже хорошо использовать при фиброзах. Кашель постепенно будет уходить, да, то есть он будет становиться реже-реже, но вот эти процедуры мы продолжаем. То есть ежедневное нанесение на тело вкруговую, захватывая спину, захватывая бока. То есть вся зона легких обрабатывается смесями с эфирными маслами. И если эта система есть, то она работает, если вы не бросаете и делаете это регулярно. Плюс принимаем внутрь те масла, которые у нас показаны при заболеваниях бронхолегочной системы. То есть это тот же самый эвкалипт, это то же самое чайное дерево, это тот же можжевельник, пихта, ладан. То есть выбираете, чередуйте. Пожалуйста, можете по неделям чередовать, но три недели, если вы пьете эфирное масло или эфирные масла в чередовании, потом обязательно делать хотя бы неделю перерыв, хотя бы неделю. Ещё два вопроса в чате. Первый. Если проблемы с ушами, какие масла использовать? Если проблемы с ушами, значит проблемы пазух носа, то есть лечить нос однозначно. Там гаймориты, синуситы, вот это всё. Я уже говорила, какие мы используем вещи. Для пазух носа тимьян, розмарин, эвкалипт, пихта, гвоздика, можжевельник, чайное дерево, мята, ладан и, кстати, нероли. А чисто атиты – это наше масло замечательное. Масло герани – это масло ухо, горло, нос. И по атитам прекрасно себя зарекомендовало. Берём небольшое совсем, ну, допустим, чайную ложку, пол чайной ложки базового масла, туда одну каплю герани, этого достаточно. Или можно взять немножко крема тимьян и туда тоже одну капельку масла герани. В эту смесь, этой смесью мы пропитываем ватную турундочку, да, так вот жгутик такой делаем неплотный из ватки и вставляем в ухо. Также этой смесью мы промазываем всю зону вокруг уха, ну, волосы не затрагиваем, да, бока и низ. Вот эту зону прорабатываем. Можно такую процедуру делать на ночь, да, и утром эту турундочку доставать. Можно делать днём на несколько часов, то есть в зависимости там от степени сложности проблемы, да, насколько там ярко выражено, острые боли или ещё что-то. Конечно, к врачу необходимо обратиться, чтобы посмотреть, что там с внутренним ухом, да, то есть среднее ухо у нас есть, есть ли там какие-то повреждения и так далее, барабанная перепонка в каком состоянии. Это нужно проверить, нужно знать. Но в целом, если просто появились боли в ухе, то есть пошёл туда воспалительный процесс, начальный этап, вы смело можете использовать вот данную рецептуру и быстро это всё проходит. Бывает с одного раза, бывает, ну, два-три дня там требуется поделать это. Ну, вот это больше не вопрос, а как бы совет, рекомендация, человек своим опытом делится. Вот для носа капать на тампон базовое масло, а в него эфирное масло, чайного дерева, но проще использовать бальзам, альпийские травы на ватном тампоне или спрей-стромах. Да, у нас есть великолепный бальзамчик альпийские травы, туда входят 33 эфира, как в масло 33 травы, просто основа другая, да, здесь именно как бальзамчик он. Здесь масло ши используется. Показания у него широкие. Для носа, да, он хорошо снимает отёк, то есть снимает заложенность носа. Можно просто под носом помазать, можно капельку, да, в нос, можно промазывать этим бальзамом пазухи сбоку от носа. Но опять же мы говорим о том, что и разовый эффект будет, но если проблема как бы имеется, это нужно делать несколько раз в день. И если проблема имеется и хочется побыстрее её убрать, хотя бы на ночь поделайте с ним ингаляцию, как я сказала, горячую. И вот такой важный вопрос. Кстати, все, кто в зуме, вы можете включать микрофон, и проще их задавать голосом, может быть, так будет даже лучше вам. Скажите, ещё пить масла нужно до еды? Вопрос интересный. Вы знаете, ещё многое зависит от состояния желудочно-кишечного тракта, потому что мы понимаем, что эфирное масло – это такая ударная сила большой мощности, да. У кого-то может вызвать какие-то, ну, скажем, побочные такие эффекты, как изжога, допустим, да, или там кишечник как-то отреагирует, ещё что-то. То есть здесь мы уже приспосабливаемся. Нужно понимать, что масло нужно запивать большим количеством воды, в принципе, да. И когда мы кушаем, да, если там нам говорят лучше всё-таки, когда кушаем, принять эфирное масло, то не рекомендовано пить большое количество воды, чтобы не нарушать процесс пищеварения. То есть здесь небольшая сложность в этом есть. Поэтому либо я рекомендую, либо у кого всё в порядке с желудочно-кишечным трактом, сделать это до еды, у кого есть какие-то гастритные, там, прочие дела, там уже с осторожностью сделать это после еды. И у кого есть проблемы, там, характера такого гастрита, то лучше это масло принимать на, ну, скажем, масляной основе. Всё-таки, допустим, на оливковом масле. Можно ещё спросить, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Я не совсем, может, поняла или прослушала. Я хотела бы вот уточнить по поводу ингаляции с фенфелем, если для ребёнка. Получается, это, допустим, я возьму какой-то чайничек, налью туда горячей воды и добавлю туда каплю фенфеля. И это вот, получается, над чайничком будет горячая ингаляция от фашки для ребёнка. Правильно, нет? Да, это будет горячая ингаляция для ребёнка. Температура воды 70-80 градусов. Носик можно чем-то обмотать, чтобы не обжёгся там. Ну, если керамический чайничек, там, проще. И легко взять горлышко вот это в рот и дышать. Делать глубокий вдох ртом и выдох носом. Вот таким образом. Обычно это вечером делается. Но когда болеет, конечно, ребёнок, там можно сделать и два раза в день такую ингаляцию. Всё, поняла. Спасибо большое. Кстати, для разжижения мокроты, для разжижения мокроты, фенфель лучше капать на соду. И потом уже эту смесь разводить в чайничке. Услышали? Да, спасибо тебе. Услышали. Ну, наверное, сказки ребёнку закрывать обязательно. Когда он будет идти. Да. Ну, наверное, наш эфир будет подходить к концу. Не очень технически он у нас сегодня состоялся. Будет у нас, конечно, продолжение эфиров. И подумаем над техническим моментом, чтобы всё было в порядке. Но сейчас я хочу сказать, что у нас есть чат «Вивасан Ростов», потому что я планирую вести эфиры регулярно из Ростова. И мы создали такой чат. Вот с помощью Игоря отправили приглашение. Это возможность привлечь людей, максимальное количество людей из разных городов, разных структур, именно на прямые эфиры. На этом я, наверное, заканчиваю свой эфир. Всем спасибо. Спасибо, что дослушали. Спасибо, что задавали вопросы. И надеюсь на дальнейшие наши встречи. До свидания. До свидания. Всего доброго. Очень всё интересно было и полезно. Да, спасибо большое. Очень приятно вас слушать. Спасибо. Ждём следующих встреч. Огромное спасибо. Спасибо всем. До свидания. Здоровья. Субтитры подогнал «Симон»